Упал, отжался. Как обезопасить себя от травм в новогодние праздники? Кататься или не кататься? Вот в чем вопрос. Главная тайна Деда Мороза. Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Анастасия Кузьмина. В столице Египта Каире начал свою деятельность филиал Казанского федерального университета. На данный момент там уже учатся 384 студента. Как сообщил проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев, открытию филиала предшествовало подписание решения президентом Египта Абдулом Фатахом Ассиси, а также соответствующий приказ Министерства науки и высшего образования РФ об открытии. Была получена лицензия на право осуществления образовательной деятельности на территории Египта. Учебный процесс в филиале протекает как очно, так и в режиме онлайн. Для этого привлекаются преподаватели головного вуза. Институты фундаментальной медицины и биологии, химического института имени Бутлерова, институты вычислительной математики и информационных технологий также будут задействованы преподаватели института физики. Сейчас обсуждается вопрос привлечения к преподавательской деятельности коллег из Египта. Открытие филиала Казанского федерального университета связано с несколькими событиями. Первый – это указ президента Египта, который вышел у нас в октябре этого года. Далее у нас вышел также приказ Министерства науки и высшего образования РФ об открытии филиала. После этого была получена также лицензия на право осуществления образовательной деятельности на территории Египта. Согласно статистике, новогодняя пора становится прекрасным временем не только для длительного ощущения праздника, но и для незапланированных травм и увечий, которые по случайности или беспечности граждан переполняют больницы новыми посетителями. О том, какие самые опасные места для проведения новогодних каникул и как не стать жертвой веселья, расскажем далее. Безбашенное веселье и неконтролируемая жажда приключений – все это нередкие спутники граждан, отмечающих Новый год в кругу друзей. По словам врачей, самой распространенной причиной попадания в больницу становятся обморожения или переохлаждения, которые многие зарабатывают в результате долгих прогулок. Слишком увлеченные люди не сразу замечают первые признаки и не стремятся отогреться где-нибудь в тепле. Это может привести к усугублению положения, вплоть до необходимости госпитализации в дальнейшем. Если говорить об обморожении, то это негативное воздействие на ткани организма низких температур. Такое происходит при длительном пребывании на морозе и если человек игнорирует первые симптомы переохлаждения, таких как бледная кожа, ощущение онемения и покалывания в конечностях. Чтобы предотвратить ситуацию с обморожением, желательно надевать теплую одежду, которая должна состоять из нескольких слоев. Также в список самых распространенных травм входят ушибы, сотрясения и другие последствия падений и неосторожных действий на горках, катках и других спортивных тренажерах. Излишне веселые граждане в порыве веселья и в полуновогоднего настроения норовят залезть на детские площадки и показать своим друзьям необыкновенные трюки на турнике и другом спортивном инвентаре. В большинстве случаев все заканчивается плачевно. Травмы головы, конечности и даже внутренних органов. Чаще всего именно такими пациентами наполнены длинные очереди в больницах и поликлиниках. Веселое катание на горках, лыжах, коньках также может обернуться получением травмы. Причинами таких травм могут быть невнимательность, неудобная одежда, плохие метеорологические условия. Для того, чтобы избежать травматизма, также нужно следовать ряду правил, в том числе использовать дополнительную экипировку, использовать дополнительные элементы одежды на локотнике, на коленнике. Обязательно должно быть проведение инструктажа перед катанием на лыжах, на коньках. Для многих неотъемлемая часть новогодней ночи и праздничных дней пиротехника. При нарушении техники безопасности или покупке продукции в несертифицированных местах, при нарушении техники безопасности или покупке продукции в несертифицированных местах, есть риск нанести себе травму. Самые частые из них – взрывные повреждения пальцев рук или тела и ожоги. Благодаря неосторожному обращению с потенциально опасной техникой и несоблюдению безопасной дистанции, есть риск провести новогоднюю ночь в больнице. Чтобы избежать травматизма при использовании пиротехнических изделий, нужно также соблюдать ряд правил. В первую очередь нельзя направлять салюты и фейерверки на людей, категорически не следует запускать фейерверки и салюты с рук, ни в коем случае нельзя наклоняться над салютами и фейерверками и уж тем более повторно пытаться поджечь несработавшее пиротехническое изделие. Также категорически не следует подпускать пиротехники детей. По статистике большая часть происшествий случается 30 декабря, их 52% и 31 декабря, занимающего позицию в 29%. А вот самые спокойные дни 3 и 5 января. На эти дни приходится всего по 3% происшествий. Важно отметить, что Новый год семейный праздник, который должен оставаться таковым, а не отмечаться в компании врачей и санитаров. Предотвращение неосторожных травм упростит жизнь не только вам, но и медицинскому персоналу и позволит каждому вдоволь насладиться праздником. Елизавета Газизянова, Николай Асуховский, Универ Новости. Декабрь подходит к концу, а значит совсем скоро начнутся новогодние каникулы. Одни проводят их дома, пересматривая любимые фильмы или сериалы. Другие занимаются хобби, на которые не находили времени в течение года. Есть и те, кто с наступлением выходных едет на горнолыжку. Подробнее о специфике катания узнавала наш корреспондент Кристина Отекина. Любители горных лыж и сноубордов пришло ваше время. Склоны Казани уже наполнены снегом, поэтому нужно обязательно ехать на горнолыжку. Но даже если вы не умеете кататься, нужно обязательно пробовать. Кстати говоря, можно это сделать здесь, в горнолыжной школе. Сейчас расскажем и покажем. Безусловно, с настоящими горами ничто не сравнится. Кататься на свежем воздухе, слышать хруст снега и видеть красоты гор можно только на реальной высоте. Но чтобы научиться кататься или вспомнить, как это делается, прежде чем отправиться на склон, лучшим решением станут тренировки в горнолыжной школе. Здесь представлено все необходимое. Два спуска с искусственным покрытием, необходимый инвентарь и тренажеры. Так что можно освоить катание как на лыжах, так и на сноуборде. Мы не используем слово «покататься». Здесь на самом деле надо работать, работать над своей техникой. Техника – это тысячекратно выполненное правильное движение. И еще одно правило, которое мы выработали здесь, то, что снег нам прощает очень много ошибок. А тренажеры эти все ошибки показывают. Они просто не дают ехать на правильные стойки. Поэтому основная задача минимизации получения травмы на этапе обучения здесь выполняется. И, естественно, дальше прогрессу нет конца. Один из тренажеров – SkyTech. На него можно поставить как лыжи, так и сноубор. Новички отрабатывают на нем правильную стойку. А те, у кого прогресс в тренировках больше, отрабатывают технику скоростного катания – карвинг. Для начала правила безопасности – небольшая тренировка и проверка уже имеющихся знаний о технике катания. Теперь время практики. Регулируем крепление, проверяем ширину постановки лыж и поехали. Тренажер с помощью специальных датчиков определяет положение лыж или сноуборда. Обрабатывает его в компьютерной программе и с помощью электродвигателей создает такое же воздействие, какое возникло бы на реальном склоне. Кстати, есть возможность прохождения спортивной трассы. В любом деле, я не скажу только про наш вид спорта, а вообще лучше начинать с каким-то инструктором, с каким-то наставником, педагогом. То же самое можно самому, по идее, научиться водить машину. Но ряд опасностей, которых человек просто, ну, как бы интуитивно умеет выполнять какое-либо действие, пусть это опять же про машину, да, но он многих нюансов не знает. И наставник ему подскажет. Начинать нужно обязательно с тем, кто не то, что умеет кататься, а тот, кто умеет научить. Нужен педагог, который объяснит, как правильно делать, и который проследит, что вы правильно делаете. Потому что очень многие спортсмены учат своих друзей кататься, ко мне приходят такие люди. И у этих спортсменов, да, они классно ездят, но они, к сожалению, не могут четко передать, что они делают сами. Они не все до конца понимают это. Они делают это на интуитивной какой-то базе, там, ну, может быть, бессознательной. А объяснить, и ведь объяснить можно опять же по-разному. И вот этот процесс с опытом приходит, поэтому выбирайте опытного наставника. Отточили технику езды, правильное распределение веса и координацию. Время переходить к самому интересному. Катанию на искусственном склоне. Но не все так просто. Такое покрытие не прощает ошибок. Здесь важно быть полностью сосредоточенным на технике и результате. Подходит такой склон для любого уровня катания. Отработки правильной стойки, перекантовки и симметричных поворотов. Кстати, это отличная физическая нагрузка. 40 минут на тренажере равно 2 часам на горе. Но есть небольшая разница в оборудовании. Вместо всем известных горных лыж тут используются сноублейды. Их особенность заключается в том, что катание на них чувствуется не как на лыжах, а скорее как на коньках. Они коротки, легки и послушны. Основная стойка это выпрямленное положение. То есть вот этот миф о том, что для горных лыж нужно согнуть все суставы и как можно ниже присесть, чтобы ехать быстрее, выглядеть как спортсмен-горнолыжник. Это миф на самом деле. Главное в том, с чего начинать нужно кататься, это нужно создать жесткую сцепку, если уж говорить физическими терминами, между центром масс, то есть нашим телом, и лыжами, чтобы ноги не были мягкими. Начинать всегда страшно, но пока не попробуешь, не узнаешь. Скатиться с реального склона или же основательно подойти к подготовке – решение каждого. Но если вы из тех, кто всегда делал выбор в сторону коньков или ватрушек, может это знак попробовать себя в чем-то новом. Кристина Отекина, Вадим Выборнов, Игорь Озеров, Универ Новости. Мандарины, елка, снегурочка. И, конечно же, Дед Мороз – главный персонаж на каждом новогоднем празднике. Откуда он появился и почему так важно звать его во время хороводов, расскажет Валерия Карташова. Дед Мороз – один из самых популярных и узнаваемых символов Нового года. Этот сказочный персонаж и добрый волшебник приносят радость, подарки и много счастья детям и взрослым на протяжении уже нескольких веков. Принято считать, что история Деда Мороза уходит своими корнями в глубокую древность. Многие думают, что этот образ возник на Руси и был связан с языческими праздниками, которые отмечались в зимний период. Вероятно, самым известным предком Деда Мороза является языческий бог Карачун, который покорбительствовал морозом снегу и холоду. Но эксперты заявляют, что научного обоснования этой теории нет. Истоки происхождения магического существа с седой бородой и в красной или синей шубе идут из русского фольклора XVIII-XIX веков. Вообще, в принципе, персонификация зимы в виде Деда Мороза она скорее фольклорного характера, нежели религиозного, поэтому все господа неоязычники, которые бьют себя пяткой в грудь, что это некое зимнее божество, мягко говоря, грешат против истины. По большому счету, все названия так называемого Деда Мороза, Морозка, Трескунец, Карачун и так далее, именно относящиеся к какому-то некоему живому существу, это то, что было зафиксировано только в XIX веке. Это сборщики, собственно, фольклора, вроде знаменитого Александра Афанасьева и так далее. Что-то более раннее, безусловно, присутствует, но, опять же, только в сказках, в фольклоре не более того. С течением времени образ Деда Мороза стал все более узнаваемым и стереотипным. Сегодня Дед Мороз изображается как добрый и дружелюбный старик в красном костюме и с белой бородой. Он часто использует длинный посох в виде жерди, чтобы помочь ему передвигаться по снегу и льду. Он стал неотъемлемой частью новогодних праздников во многих странах мира, особенно в России и странах СНГ. В эти дни Дед Мороз посещает детей дома, в школах и детских садах, раздает им подарки и исполняет их новогодние желания. Он привлекает внимание своим волшебством, изумительными фокусами, песнями и танцами. Редко праздник обходится без сказочной внучки старико-волшебника Снегурочки. Тогда же появился и образ Снегурочки. Образ Снегурочки – это вообще, простите меня, пожалуйста, сугубо сказочный персонаж, который к Новому году изначально не имел никакого отношения. В германской сказочной фольклорной традиции есть легенда о девочке или женщине из Снега, собственно, оживленной теплом любви своих создателей. У братьев Гримм встречается он в образе и так далее. В российском же фольклоре это, опять же, наследие Александра Афанасьева. В наше время Дед Мороз выступает как символ новогодних праздников. Он воплощает нашу веру в магию и чудеса, а также в доброту и щедрость. Он учит нас быть добрыми друг к другу, делиться радостью и вниманием с людьми вокруг нас. Благодаря Деду Морозу новогодние праздники становятся особенными и запоминающимися для каждого из нас. Валерия Карташова, Николай Суховский, Универ Новости. На этом все. В студии была Анастасия Кузьмина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!